Добрый день, гости моего канала! Добрый день, мои девчонки, преданные мои подписчицы! Девчата, мы находимся в моей зимней резиденции, я отсюда вам снимаю видео, но со вчерашнего дня я перешла на второй этаж. Уже конец февраля, уже там клёво, там классно. У нас вчера было плюс 13. Так что, девчата, мы будем снимать с моего домика, со второго этажа. Вы его все любите, я его тоже люблю, девчата. Вчера вышла, у меня сломался пылесос, и говорю, Настя, я иду, беру Даника, идём мы покупать пылесос. У меня есть Тобик, если вы знаете, Дорин мне подарил вот этот робот-пылесос, который убирает. Но мне нужен и такой обычный пылесос. Тобика не везде пустишь. Я, Даника, в охапку, и пошли выбирать пылесос. Пришла туда в магазин, девчата, и вместо пылесоса купила ещё и телевизор. Почему я его купила? Вот тут, если я развернусь, тут у меня стоит мой телевизор большой, LG. Он классно показывает, он хороший, но у меня на втором этаже, там, где я живу летом, нету телевизора. И я весной его туда поднимала, и осенью я обратно его сюда спускала. Решила вчера, нет, Марина, ты для чего живёшь? Иди купи себе ещё один телевизор и не заморачивайся. Как вы знаете, у меня ещё и на кухне есть телевизор с интернетом. Вот он у меня, вот тут вот стоит в углу. Интернет, тысяча каналов, у меня телевидение, оптоволокно, или я забыла, как это телевидение называется. Девчата, но зачем мы тогда работаем? Зачем я так тяжело пахала? Чтобы я в каждую весну вот так вот поднимала телевизор наверх, пошла и купила себе ещё один телевизор. Я вам сейчас его покажу. С крышей, конечно, мы закончили. Эпопея с крышей, девчата, закончилась. Вот у меня с моего окна надо водосточные трубы поменять. Видно, вот стоит новенькая крыша. Мы мечтали поставить современную крышу, но так как я, моя Настя, живёт вместе с моим братом в одном общем доме, когда я уезжала в Германию осенью, раз появилась такая проблема, что надо менять крышу, я позвала ребят с фирмы. Вот пришли такие харные хлопцы, залезли у меня на крышу, там испортили, сломали один лист шифера у Вани, и Ваня очень сильно возмущается, и померили. Померили девчата, и если мой сосед напротив, примерно такой же дом, год назад сделал пять тысяч евро, у него получилась крыша, ну, может, наверное, меньше домик. У моего соседа, крутой начальник ГАИ, у которого тоже огромный дом, они с него десять тысяч евро взяли за такую крышу. Ну, вот это вот, вот кассирная банка. Вот это металлопрофиль, он имеет 0,5 миллиметров толщины, 0,5 миллиметров. Девчата, вы себе представляете, меньше миллиметра. Не зря она ходит вот так вот ходуном, покрашена, и срок они дают годности где-то на десять лет. Когда пришли вот эти харные хлопцы и посчитали нам крышу, она нам обошлась, он нам сказал, 15 тысяч евро. Семь с половиной мои, семь с половиной Ванины. Ваня посидел, подумал и говорит, Марина, сколько той жизни. Мы ради этих вот домов и только всю жизнь будем строиться и ставить вот эти вот крыши. Ваня дал заднюю сразу. Я поехала в Германию, думаю, может быть, я на Настину половину осилю, потому что, ну, хотелось, раз я пообещала. Но когда посидели, подумали, во-первых, я заболела. Там уже некому было работать. На эту крышу надо было мне работать долго. О, я заболела. Посидели, подумали, и как оно будет смотреться. У Вани полкрыши будет шиферная, а вот это вот будет консервная банка, вот это красного цвета. И решили покрыть шифером. Почему вы, кто-то мне задал в том видео вопрос, вы хотели другую крышу. Да, мы переиграли этот вопрос, потому что Ваня не делает. Значит, мы с ним повязаны общей крышей. С крышей мы закрыли тему. Теперь у нас остался вопрос уже сделать фасад дома и сделаем. Мы очень сильно торопимся, но я вам скажу, мастеров нету. И хороших мастеров уже не осталось. Они все уехали, девчата. И если вот те, которые остаются, какие-то недоделанные, они приходят и просят огромные деньги. И даже вот эти у меня с крыши, у меня такие розовые очки, вот как этот розовый мой свитер. У меня все время розовые очки. Я всех так сразу влюбляюсь в них. Я так кофе, чай, вот туда-сюда, давайте я помогу, я подержу, я это, я это. А потом в итоге, когда они уже закончились деревом, они сделали хорошо, шифер прибили хорошо. А когда я им принесла жалуба, я заказала жалуба, девчата на заказ, там был бетон на остальную крышу. Я решила этот бетон не сбивать. Бетон там, где соединяются два шифера. Вы же знаете, там есть щель, ее надо чем-то закрыть. Там был бетон. Я сказала, ничего не сбивайте. Заказала на заказ жалуба, или как они называются, еще называются коньки. Коньки заказала по моему размеру. Взяла материал, Настя сказала, надо было темнее. Но я взяла девчата, я как инженер, я как старая женщина, я не беру, чтобы было, сверкало и блестело, чтобы было красиво с улицы. Мне нужно было поставить так, чтобы на мой век этого хватило, и чтобы я этого больше не слышала. И чтобы Настя подняла своих детей и дальше сами крылья. Сейчас дети маленькие, им надо помочь, а дальше сами. И я решила сделать лет на 20-25, чтобы оно было стабильно, сделано красиво. И купила, девчата заказала материал, если кто инженер, если кто, у кого муж инженер, алюминий плюс цинк. Называется алюмино-цинк. Там идет 57% алюминия, 43% цинка, по-моему. И эта вещь не ржавеет. И если вот из металлопрофиля, тоже вот эти готовые есть, где толщина полмиллиметра, полмиллиметра 0,5 миллиметра толщина. А вот я заказала 1 миллиметр 1 десятая, больше, чем в два раза толще. И вот этот материал, он не ржавеет. Согнули мне, есть цех специальный, где делают на заказ, заплатили чуть дороже. Но я знаю, что эта проблема закрыта на очень многие года. Они крышу могут поменять, а эти вот коньки так и останутся живые и хорошие. Они, правда, не красятся. Настя говорит, может мне их покрасить, чтобы они были вот более темно-серые. Когда везде всё поставили, очень даже красиво и хорошо смотрится. Мои вы дорогие, мы сейчас на моём втором этаже. Вы, мои девчонки, мои подружки, вы любите этот этаж. И я его тоже люблю, девчата. Ой, как хорошо, что зима закончилась. Как хорошо, боже, какая прелесть. И вот в Алёшкина комната, я её жду, девочку в гости. Ещё подумала, вот дети приедут, я буду там внизу спать, а дети будут тут. И что, где взять два телевизора? Поэтому вот такой вот Samsung, девчата, я купила. Вот такой вот Samsung. Я 500 евро заплатила с интернетом. Я не жалею, я не жалею. Не буду я в каждую весну вот так вот с телевизором на горбу подниматься вот сюда вот. И в каждую осень его спускать. Я для чего там сидела в той Германии. И вот в Алёшкина вот такая вот комната. Эта комната специально для этой девочки была построена. И вот с такими обоями, кто у меня на канале, вы все знаете. Вот такая тут белая мебель. Постелька ещё, которую мама покупала. Вот это вот мама всё на хорошее постельное бельё, когда она ещё была дома. Вот наша мамочка, королиша. Доброе утро, моя девочка. Завтра у неё день рождения, девчата. Вот завтра схожу в церковь и будем мы её поминать. Девчата, вот так вот живёт мама с таким горем. Вот с таким горем. Есть дом, есть телевизоры, есть интернет. Есть уже, даже деньги есть. Они у меня всегда были. Немного, но я всегда жила достойно. Можно было и на море поехать, и дом строить, и всё. Я очень трудолюбивая. Если кто-то не верит, то это просто, это моя правда. А дальше верят, хотят, верят. Не хотят, не верят. Вот такая я дурная до работы. Вот, вчера, когда притаранила этот телевизор и пылесос, я переубрала весь дом, перемыла всё, пылюху везде повытирала и дальше радуюсь жизни. Но вот, вот такое у меня горе. Разве я могу в полную грудь радовать? Что бы я ни покупала, что бы я какие-то передвижения делаю. Да, я радуюсь, как все обычные люди, потому что мы живые. Я радуюсь. Но у меня это горе всегда со мной. И вот те родители, которые потеряли ребёнка, они только знают, что это такое. Другие могут просто посочувствовать. Посочувствовали и забыли. А мы живём всегда с этим горем. Мы в каждую минуту у нас вот такое огромное горе. Девчата, не буду загонять вас в депрессию. У меня канал ПАЛА ПОЗИТИВНОЙ. И я хочу просто вам, вас поддерживать. Кто болеет, кто в ремиссии, кто не болеет. Но нужна вот такая вот материнская поддержка. Я вас всех поддерживаю. Посмотрите на меня. Если я могу, и вы можете. Давайте будем сильными. Давайте будем просто станем, как гора. Как гора, которую нельзя её не убить, не разбить, не уничтожить. Потому что за нашими спинами есть остальные дети и внуки, которые в нас нуждаются, девчата. Просто утром встаём, наводим на себя какой-то макияж и дальше работаем. Дальше занимаемся чем-то. Девчата, как всегда, с вами ваша Марина. Тёмки-тёмки. Обожаю, обнимаю. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Буду очень благодарна. Пока-пока. Тёмки-тёмки.